Сегодня был настоящий дерби. Никто не хотел уступать. Обе команды были настроены побеждать в сегодняшнем матче. Это выражалось в намерениях обоих команд атаковать. В первом тайме нам было нелегко. Нам понадобилось много времени для того, чтобы приспособиться к манере игры Краснодара. Эта команда отличается своей организованностью в атаке, хорошие взаимодействия комбинационные. В первом тайме им удалось создать несколько голевых моментов у наших ворот. В перерыве мы обсудили самые главные моменты, которые не позволяли нам играть в привычном для нас темпе. Во втором тайме игра поменялась. Мы имели преимущество и территориально-игровое. Создали несколько голевых моментов, хотя в контр-игре у соперника были тоже шансы забить. То есть можно, если в целом и характеризовать игру, то и у нас, и у соперника нашего были возможности сегодня отличиться в атаке. Но ни мы, ни они не сумели этого сделать. Мне кажется, что результат справедливый с точки зрения упущенных возможностей. Конечно, это потеря очков, но ребята проявили старание. Мы чувствовали в ходе игры, особенно в первом тайме, недостаток физических кондиций, которые были вызваны отсутствием наших игроков в тренировочном процессе по различным причинам участия в сборных командах, в разъездах. Вот в целом о всех проблемах, с которыми мы перед игрой встретились, и с которыми в первом тайме тяжело было расставаться. Во втором тайме терпели, разозлились, побежали и сумели переломить игру. Спасибо за вопрос. Недовольным сегодня быть вообще нельзя, потому что мы, если говорить о первом тайме, мы не потому что чего-то не знали о сопернике, мы просто были медленнее его. Вот этот весь багаж, вот это утомление, которое было, плюс еще наши четыре футболиста из нашей сборной России сыграли. Там практически больше всех наших представителей было. То есть здесь абсолютно было несовместным. То есть 3-4 дня, которые у нас были на подготовку в полном составе, мы практически потратили на то, чтобы восстановить ребят. Но все равно в первом тайме мы были недостаточно подвижны, быстры, поэтому мы проигрывали единоборство, поэтому не выигрывали подборы, не перехватывали мячи, и это все отразилось на картине матча. То есть это обстоятельства, которые объективно есть, на него обижаться нельзя. Это данность, которую нужно учитывать. Во втором тайме, просто из-за того, что у нас общий потенциал физических кондиций достаточный, то есть вот уже перетерпели, закусили удилы, и по-настоящему с этими криками болельщиков мужики сумели собраться и сумели провести такой активный второй тайм. Саша Бухаров вчера на тренировке почувствовал болевое ощущение в результате того, что он провел в последнее время очень много игрового времени. Он планировался в восстановленный состав, но вчера с тренировки ушел практически, с предыгровой. Сегодня было под вопросом, он может или не может играть, но решили его придержать и выпустили его вот в этих минутах. То есть это было обусловлено его состоянием. Опять все, может быть, на такие вопросы сложно отвечать. Я, как человек, который позитивно хочу смотреть на вещи, слава Богу, что у нас такие моменты есть. То есть мы играем в атаки и создаем моменты. Причина, по которой мы не можем, возможно, то же самое утомление, возможно, отсутствие концентрации должной, которая тоже связана с этим утомлением. Возможно, много-много есть причин по этому. Здесь гадать на кофейный гусь очень сложно, но сам факт, что есть моменты в каждом матче, если вы помните, в Екатеринбурге у нас были вообще такие, которые нельзя прощать. Здесь таких особенных моментов были несколько, но все равно. Не знаю причины. Надо будет думать, надо будет анализировать и дальше работать. Были матчи, в которых не было моментов, но мы забивали голы. И опять это тоже нужно понимать, что без моментов голы, и мы говорим ура, ура, но тоже нужно трезво смотреть на вещи. Ну, это нужно у ребят спросить. Во всяком случае, безусловно, мы тренировались очень на мягком поле, вышли на другое поле. Мы это поле вообще не видели с того времени, как мы с Манчестером сыграли. Значит, это достаточно продолжительный период времени, конечно. И наш соперник, правда, не видел этого поля. Но это здесь в равных все условиях. Но все равно, коль скоро мы дома играем, конечно, здесь хорошо было бы на поле время от времени тренироваться. Мы такой возможности не имели. И поэтому поле, может быть, поэтому в таком состоянии. Если бы мы на него вышли и немножко с ним поработали, было бы лучше нам, но мы бы сегодня увидели совсем другое поле. Поле, конечно, стало бы лучше, чем было перед матчем с Манчестером. Спасибо. Еще вопросы имеются? Нет, спасибо большое. Спасибо.